Просто вы в этой теме, мне почему с вами понравилось заниматься, потому что вы тоже через техники, не так вот, что вот показывай, как у Мрину показывай, а вот вы так подход находите, чтобы это почувствовать на самом деле. Даже в вашей технике, которую на ютубе я тоже делаю, то есть по исполнению желаний. У меня вот такие люди близкие, как вы, что вот оно все вот так по шелчку волшебное. И вот хотела посоветоваться еще, наверное, ну если это можно посоветоваться. С вами Лара Шум, коуч по актерскому мастерству. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, рассказывайте своим друзьям и скидывай донат. Пусть эта сумма вернется тебе в стократном размере. Да будет так! Также записывайтесь ко мне на бесплатный дистанционный урок по актерскому мастерству. Публичное выступление, сценическая речь, 13 живых эмоций, которые вы будете проживать на уроках. Все это для того, чтобы вы раскрепостились. Запись в WhatsApp. Плюс семь девятьсот восемьдесят пять, четыре четыре семь, два ноля восемьдесят семь. Лара Шум! Пока-пока! Мне вот мастер мой говорит, что если хочешь быть актрисой, будь только актрисой. То есть просыпайся, занимайся спортом. То есть все делай для того, чтобы быть актрисой. Актерское мастерство, танцы, языки. Начинаю говорить про Болливуд. Абсолютно все прокачивай. Спорт. Я сейчас на растяжку записала. Осанка, растяжка, вес и все такое. А с другой стороны, еще я хочу запустить курс по материализации желаний. Но он говорит, что это одно нужно делать. Либо курс, либо актерское. Он говорит, что, например, олимпийский чемпион, он говорит, живет только спортом и становится в один день чемпионом. А ты, говорит, будешь свою энергию расфокусировать и не тут, и не там. Я вот сейчас зависла теперь. Теперь я могу ответить, да, тебе? Я полностью не согласна с твоим преподавателем или кто он у тебя? Мастер. Первое. Правильно сказал, да. Почему я, вот смотри, почему я считаю, что актер российский находится примерно на пятом уровне развития? То есть обычный человек, я всегда вот это рассказываю, обычный человек находится на третьем уровне развития. То есть он никакой. Актер российский находится на пятом уровне развития. То есть мы выше этих людей, потому что мы как раз все в себе развиваем. Я почему говорю, что как здорово, что я столкнулась с актерским мастерством. Потому что это развивает все. Учишься ездить на лошади, метать ножи. Вот как ты говоришь, растяжка, да, я английский язык начала. Благодаря этому я роупджампинг, то есть прыгать начала, дайвингом занялась, да, тайским боксом. То есть я сейчас суперчеловек. Также благодаря актерскому мастерству я занялась еще и, вот, понимаешь, мы, актеры, живем голова, подсознание, тело. У нас все рабочий инструмент. Наш мозг рабочий инструмент, подсознание рабочий инструмент и наше тело рабочий инструмент. Ты представляешь, мы суперробот. Я считаю, что американские актеры, они даже на седьмом уровне развития. То есть они намного выше ушли от обычных людей. Ну, почему американские выше? Потому что у них там прокачки сильнее. Они больше, они интереснее в кадре, они живые в кадре, да. У них техники немножко другие, у них техники ушли уже намного вперед. Ну, теперь смотри, если ты умеешь обращаться со своим телом, оно может тебе многое рассказать. Ты уже намного интереснее, правильно? Ты больше себя чувствуешь. То есть ты вглубь себя погружаешься. Ты можешь из себя любой персонаж достать, еще называется супличность, да. А вот эти все техники, которые сейчас идут, вот эти пары психологические, да, я вообще считаю, что они пошли из актерского мастерства. Потому что вот даже мы с тобой эмоции делаем, я говорю, делай изнутри, наружу. Но также ведь есть техники, когда там ты сосредотачиваешься на какой-то части тела, которая у тебя болит. Ты начинаешь концентрированно на ней и входить в персонаж. Зона А, Б и С, которую мы с тобой проходили, это же тоже, по идее, это энергетика, это работа с энергетикой. И чем сильнее ты прокачаешь себя, вот я сейчас тоже же, вот про зону С сначала закончу, потом пойдем дальше, хорошо? Зона С, когда ты берешь все помещение своей энергии, когда ты разливаешься, когда ты можешь с незнакомым человеком сыграть своего мужа, когда ты его берешь в эту энергию, это как называется? Это называется парапсихология просто-напросто, я так считаю. Сейчас, допустим, я дошла до того уровня, ты права, что я не только учу актерскому мастерству, я развиваю полностью человека, потому что сама через это прошла. Я, ну, с 12 лет, даже раньше во всем этом ворюсь, да, сейчас я дошла до того уровня, что вселенная меня уже свела с тем человеком, сейчас я уберу тебя лишнюю, с парапсихологом я сейчас работаю, замечательная женщина, у нее, кстати, есть две бесплатные сессии, могу посоветовать, можешь обратиться к ней в ВКонтакте, могу тебе ее скинуть и пройти, она очень интересная, кстати, найдешь ответы на свои вопросы там тоже, вот, и она сейчас учится в Канаде по парапсихологии, понимаешь, онлайн. Я говорю, да, я тоже хочу, все, я тоже хочу, мне это интересно, и сейчас набор будет в декабре, и вот я в декабре хочу пойти уже учиться на парапсихолога, понимаешь, то есть я расту, актер никогда не стоит на месте, почему, потому что у него всегда есть действие, ты говоришь, для чего, да, даже персонаж, для чего он так делает, и начинаешь действовать в кадре, и так ты начинаешь, понимаешь, эту привычку входит, мозг это мучается, и мы начинаем с этим работать. Сейчас объясню тебе одну интересную вещь, вот в четверг у нас будет цикл передач «Слушаем опять в 20.00», я тут как раз пример приведу, недавно я собирала грибы, я не собираю грибы, то есть, ну, первый раз я вышла собирать грибы, а там все грибники такие ярые, и вот они идут, понимаешь, я иду с ним рядом, и он, «О, Лара, грибы, о, Лара, грибы», и, значит, «О, и собирает эти грибы», значит, «Ты беги, я снимаю, бегу, значит», а я иду, ни одного гриба не вижу. Это к чему? Сейчас я тебе, вот смотри, это к тому, что мой мозг не заточен находить грибы. Его мозг уже на это заточен, он это видит, он научил этот мозг, и мозг у него уже сам, сам видит, ему ничего уже делать не надо, а мой это не умеет делать. Так вот, ты представляешь, что ты актер, который пока еще, ну, допустим, ничего не умеет, но ты начинаешь вот этому учиться, этому учиться, этому учиться, ты представляешь, какая сила будет в твоей голове? Но ты не только вот так вот начнешь исполнять желание, ты вот так только подумаешь, у тебя уже желание исполнилось, потому что мозг, он уже развит у тебя на все сто процентов. Это немножко понятно? Согласна. Согласна, согласна. Вот, поэтому ты правильной дорогой идешь. Иди, делай стретчинг, иди, занимайся чем-то там хотела, парапсихологией или чем? Ну, мне хинди надо подтянуть, английский, танцы, спорт, актерская, и там еще у меня курсы по женскому саморазвитию, и свой курс хочу запустить, еще плюс работы, я просто сижу на это и все смотрю. Придется что-то убирать, я думаю, что работу придется убирать, тем более, если ты свой курс хочешь запустить туда. Я тоже прошла женские тренинги, понимаешь? То есть я актриса, да, и извините меня, а-ля такой мужик будет входить. Иногда даже на кастинге просят, придите, пожалуйста, в платье, потому что женщина уже брюки натянул, там кофту на свитер и пошел, да? Вот, нет, у нас должна быть женская энергетика у актрисы, и ты молодец. Тем более ты в Индии живешь, они же там все в это ходят, как его. В сари? Да, в сари, это же женское одеяние. А, ну, в принципе, ты сари одел, ты уже женщина себя чувствуешь. Как-то так. Поэтому ты все правильно делаешь. Я не согласна с твоим человеком, надо развиваться, надо развиваться все время. Тем более, что я актер, ты достигнешь очень больших результатов. Я думаю, что ты дойдешь до того, что ты все-таки уйдешь с работы. Ну, я-то ушла с работами, просто я немножко подрабатывала онлайн, как фрилансер, ну, чтобы, пока я все свои курсы прохожу, чтобы мне на что-то жить. Тем более, сейчас... Да-да. Вот, в Индии, например, сейчас они в Индии, потому что там сезон дождей, особо, как бы, работы нет, и просто... И немножко дома побыть силу, энергии, напитаться от семьи. И когда ты собираешься обратно? Сентябрь, октябрь. Сентябрь, октябрь, да? Да. Ну, я к тебе приеду в гости. Давайте. Приезжайте. Тем более, вы можете там тоже попробоваться. Там, конечно, любят этих белых иностранцев с белой кожей. С белой кожей и с рыжими волосами, с голубыми глазами. И мы будем... Оп! У вас вообще голубые глаза и белая кожа, это вообще... Это огненное сочетание. О, ну всё. Всё, Болливуд просто открыта мне, дорога в Болливуд. Да. А там вот сейчас, например, сколько стоит? Вот, по-моему, у вас есть первый, да? Мне второй заинтересовал. Ну, что-то с чем... С чем ты стоил, да? Смотри, там цена поднялась, но... Ты же у меня училась, поэтому там он был семь восемьсот сорок. Это буквально два месяца обучения тебе выйдет, получается, по три восемьсот, ну, грубо говоря, да? Три восемьсот. А в каждом... А в каждом месяце по десять уроков. Так что это я считаю, что, ну, это смешная цена. А ты, у меня один курс прошла, сейчас второй будешь брать, поэтому ты не будешь платить девять девятьсот. Хорошо? А можно, вот, например, купить за семь восемьсот сорок? Ну, я думаю, уже сегодня-завтра поступит зарплата. Я им пишу каждый день. Чтобы, как я, например, я читала, что в этом нет алкоголички, по-моему, и наркоманки, да? Да. Отдельно заплатить. Ну, отдельно доплатишь просто. Там договоримся о цене, ладно? Хорошо, ладно. Ну, что-то так можно сделать. Да, 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 да. Отдельно просто доплатишь, и возьмем отдельно этот урок, и мы с тобой этих двух персонажей пройдем. Вот. Ну, там получится как? Мы сначала с тобой теорию сделаем, да, как обычно, а потом практику. То есть у тебя получится там два урока. Потом просто доплатишь, и мы с тобой эти два урока сделаем, и все. Хорошо. Все, тогда до связи. Спасибо, Ольга. Да, благодарю тебя огромнейшее, огромнейшее. Сегодня опять получила массу, 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 массу удовольствия просто. Я с тобой общаюсь, масса любви. Я благодарю, что ты есть. Спасибо.